Высадка людей на Луну задерживается, названы причины. Масштабная миссия НАСА по возвращению человека на Луну сталкивается с серьезными задержками и пересмотром временных рамок. Все из-за неутешительных результатов проведенного аудита, об этом пишет РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на сайт научных новостей Космос Магазин. Миссия Артемис Трюх должна стать первой пилотируемой высадкой на Луну с 1972 года, которая включает отправление корабля Orion с астронавтами на окололунную орбиту, где он соединится с спускающимся аппаратом Starship HLS от SpaceX. План предполагает выход двух астронавтов на южном полюсе Луны с последующим пребыванием около недели и возвращением на Землю. В настоящее время выполнение миссии Артемис Трюх запланировано на конец 2025 года. Однако ревизоры утверждают, что у НАСА и практически нет возможности соблюсти этот график. В документе выделены четыре ключевые причины – график с амбициозными сроками. Авторы программы Haman Landing System, HLS, в рамках которой разрабатывается спускаемый лунный аппарат, планируют завершить проект за 79 месяцев, начиная с момента начала разработки допилотируемого полета, этот срок на 13 месяцев короче среднего времени разработки основных проектов НАСА, при том что большинство из них не предусматривают полет человека в космос, задержки с некоторыми событиями. По состоянию на сентябрь 2023 года в рамках программы HLS было отложено не менее чем на 6 месяцев 8 из 13 ключевых событий. Двое из них были перенесены до 2025 года, в период, когда запланирован полет Артемис Трюх, большой объем оставшихся работ. SpaceX призвана осуществить большой комплекс сложных технических мероприятий для поддержки проекта Артемис Трюх, включая разработку технологии хранения и передачи топлива на космической орбите. В официальной документации НАСА отмечается, что SpaceX добилась ограниченных успехов в разработке необходимых технологий для решения этой задачи, проблемы с проектированием. Компания Axiom, ответственная за создание лунных скафандров, должна решить значительные технические проблемы. Например, первоначальный проект НАСА не удовлетворял минимальным требованиям аварийного обеспечения, необходимого для миссии Артемис Трюх, в связи с этим представители Axiom заявили о возможной переработке некоторых аспектов скафандра, что, в свою очередь, может привести к задержке его поставок для миссии, все эти обстоятельства делают крайне маловероятным полет Артемис Трюх в 2025 году. По-видимому, его реальная реализация откладывается до 2027 года и даже позже, напомним, что США намерены вернуться на Луну впервые с 1972 года. А еще у нас есть материал об обнаружении планет, на которых может быть жизнь.